Картины, написанные в разных стилях. Богородская резьба и дымковские игрушки, аппликации из шерсти, изделия из текстиля, бисера и полимерной глины, поделки из керамики, работы, созданные в технике квиллинга. Захаровскую рождественскую звезду по праву можно назвать одним из самых масштабных конкурсов по православной тематике в России. В этом году в нем приняли участие 870 творческих работ. Получился такой сюжет, как родился Христос и к нему идут волхуи с дарами. В этом здании, в этом Доме культуры появились ваши прекрасные работы. Удивительные работы, наполненные добром, любовью и теплом. Все это вы, все это ваши сердца, которые передали это тепло сюда. По итогам конкурса жюри определило около 100 призеров в различных номинациях. Ученицы Одинцовской школы номер 17 София Острадамова, воспитанница Кубинского культурно-досугового центра Феникс Мария Ленкова и Татьяна Шерстнева из воскресной школы Богоевленского храма в селе Жаворонки получили специальные призы от главы Одинцовского района. Самое главное в их работах – это душа. Душа, теплота, добро. Все в наших работах здесь присутствует, и вы сами можете в этом убедиться. Я, пользуясь случаем, хочу позвать всех на нашу выставку в Захаровский дом культуры. Уверен, что никто не пожалеет. Прекрасные работы, настоящие произведения искусства. Гран-при от Одинцовского благочиния получили Елизавета Статыкова, воспитанница Одинцовской школы номер 17, Валентина Болотникова из Центра детского творчества Пушкинская школа и Сергей Абада из воскресной школы при храме Покрова Пресвятой Богородицы села Перхушково. Им вручил награду отец Павел, который уверен, что творчество необходимо для поддержания гармонии в душе человека. От полноты сердца уста глаголит. Но не только уста глаголит, от полноты сердца, от того, что тебя переполняет. Ноги пляшут, человек поет. Человек поет, когда ему хорошо? Конечно, он поет. На кухне поет, где угодно поет, в лесу, в поле. Участники конкурса признаются, творчество действительно делает их лучше. Мне хотелось, чтобы у меня получилось, как у моего папы получилось, потому что он раньше был художником. И мне так хотелось нарисовать необычного кота. И вот, и у меня это получилось. Эта работа навеяна Рождеством всеми этими эмоциями. А что ты думала, когда писала работу? Я думала, что принесу радость всем, кто увидит эту работу. Но не только художники и мастера-ремесленники смогли проявить себя на этом конкурсе. На сцене Захаровского Дома культуры выступили самые различные творческие коллективы района. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова